Двадцать лет под кроватью. Никогда я не забуду этот зимний вечер. На дворе было холодно, тоскливо и скучно. И когда Мишка позвонил по телефону и позвал меня к себе, я донюча же оделся и поручался к нему. Там было светло и тепло, и собралось много народу. Пришла Алёнка за ней, Костик и Андрюшка. Мы играли во все игры. И под конец Алёнка вдруг сказала, а теперь в прятки, давайте в прятки. И мы стали играть в прятки. Но комната была маленькая, и это довольно скоро нам стало надоедать. И мы стали потихоньку выплескиваться в большущий коридор квартиры. И вот когда Батич выпал Костику, он отвернулся к стене и стал громко выкрыть. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Тут все прыгнули в разные стороны, кто куда, чтобы спрятаться. И я испугался, что он меня сейчас убит, ведь я совершенно не спрятался. И я заметался по коридору туда-сюда, туда-сюда, подстрелянно сдать. И тут самое нужное время я увидел раскрытую дверь и вскочил в неё. Это была какая-то комната. И в этой комнате на самом видном месте у стены стояла кровать, высокая и широкая. Так что я моментально нырнул под эту кровать. Там был приятный полумрак, и лежало довольно много вещей. У меня было чуть тесное настроение. И я всё время думал, как это здорово. Я спрятался, И Костик меня тут нашёл, но в это время в комнату вошёл никакой и Костик. А вошла и Фразия Петровна, симпатичная старушка, но немножко похожа на бабу-яму. Я всё время поглядывал за ней. А она в это время спокойно подошла к двери и вдруг ни с того, ни с сего плотно захлопнула её. А потом, гляжу, повернула ключик и готова! Заперлась! А она всех заперлась! Вместе со мной и корыто! Заперлась на два оборота! В комнате как-то сразу стало тихо и зловеще. И я услышал, как завыли пружины над моей головой. Я понял, что я попал в скверную сторону. Что теперь я в заточении? В ловушке! Сколько я буду тут лежать? Сейчас, если час или два? А если до утра? А как утром вылезать? Если я не перейду домой, мама и папа обязательно сообщат в милицию! Ведь это самый настоящий кошмар! И тут она погасила свет. И я услышал, как снова завыли пружины над моей головой. Тут я не выдержал. И со злостика трыкнул кулаков по корыту. И у меня сердце заняло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видимо, проснулась. Она отдышалась и спросила Тимату, слабым испуганным голосом. Караул? Я хотел ездить. И Ефросинья Петровна какой-то по караулу. Спите дальше. Это я, Дениска. Но тут вместо ответа Карт чихнул изо всех сил во всю Ивановскую, да еще и с хвостиком. Вот так. Апчхи-хи-хи-хи-хи. Там, наверное, пыль поднялась под кроватью, цей-то и возник. Но после моего чиханья Ефросинья Петровна здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно. Караул! И я непонятно, почему-то уж снова чихнул. Изо всех сил с каким-то даже подвыванием чихнул. Вот так. Апчхи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. И Фросинья Петровна, как услышала этот войс, так закричала еще тише и слабее. Грабят! И Вильна сама подумала, что если грабят, то это ерунда, не страшно. А вот если... И тут она довольно кратку замопила. Режут! Вот какой вранье! Кто ее режет? И за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Я понял, что порогончать это дело. И раз она все равно не спит, мне нужно вылазить. И все подо мной, сдогрелево, особенно корыто. Ведь я в темноте не вижу. И Фросинья Петровна слегка помешалась и кричит какие-то странные слова. «Громаул! Караулят!» Я выскочил из-под кромачек По стене шарик Десять покручатель А тут кто-то запарабанил настоящую дверь «Эй, Дениска, выходи сейчас же!» «И Просинья Петровна, отдайте Дениску!» «За ним его папа пришел!» И тут папин голос «Уважаемая Просинья Петровна, у вас нет моего сына?» Тут вспыхнул свет, открылась дверь И вся наша компания ввалилась в комнату Все начали бегать по комнате, меня искать А когда я вылез из-под кровати Папа спросил, что с тобой было «Где ты пропадал?» Но я молчал У меня было такое чувство Что я просидел под кроватью Ровно двадцать лет